А доказать вам надо абсолютно нереальный тезис, придумать под него еще что-то более нереальное. На самом деле все реально, нужны лишь два условия. Первое, вы хотите обучиться ораторскому искусству. Второе, вы готовы преодолеть страх выступления перед публикой. Дискуссионный клуб в теме открывает свой четвертый сезон и сразу приступает к работе. Тема звучит так. Убрать все сидения из автобуса. Вот вам надо доказать, что в автобусе надо ехать только стоя. Давайте мы определим, кто убирает сибулочки, а кто их оставляет. Это экспериментальный формат новой игры. За 30 секунд, пока условно горит спичка, оратор должен убедить аудиторию в том, что его тезис является единственно верным. Бабушки, которые ездят в автобусах, очень нуждаются в этих сидениях. Во-первых, их нужно как можно быстрее занять, для того, чтобы молодые стояли. Сидушки – это очень удобная вещь. На них можно ставить сумки, на них можно сажать кошек, на них можно класть свои разные вещи. И на них можно раскидывать свои овощи с огородов. Как-нибудь приехать, да поставить. Вот. Вообще бабушки – это очень странная вещь, которая… Логично, что победа выступающего зависит от реакции публики. Но сюда приходят не просто смотреть и оценивать. Здесь каждый учится владеть словом на своем личном опыте. Без практики вы никогда не сможете быть оратором. Я могу в теории вам начитать 28 лекций, но вы никогда, если не выйдете на аудиторию в 100-200 человек и не начнете проговорить определенный текст каждый день, вы не сможете стать публичным оратором. Вы не сможете выиграть дебаты, узнав всю лекционную часть по дебатам. Вам не обязательно надо сесть на чемпионат России или на различные мероприятия. Либо хотя бы выиграть сначала турнир внутри своего вуза, а потом расти дальше. Алексей Титов – создатель и руководитель клуба. За время его существования в тему удалось посвятить уже более 5000 студентов. Кроме межвузовских турниров, с прошлого года стали проводить и школьные. Теперь потереть на тему для старшеклассников обычные явления. Когда повышаются коммуникабельные способности, это очень удобно. В школе тоже, когда к доске вызывают, там реально начинаешь. Даже если не знаешь этого материала, ты начинаешь доказывать его из воздуха. И учитель тебе верит. Весной этого года произошел апогей развития дебат-проекта. 20 команд из 14 городов России встретились в Плюсе на первом всероссийском турнире по дискуссионной игре «Терки». Это было колоссальным достижением истории существования клуба. Благодаря президентскому гранту на одной площадке удалось собрать сильнейших молодых спикеров со всей страны. Самый главный итог – это обмен опытом. Того, как существует дебат-проекта в различных городах, что мы можем для них нового привести. Мы видим, как некоторые наши идеи воплощаются в городе Тверь, в городе Владимир. Часть есть в городе Ярославль некоторые ростки. Мы видим, как они распространяют. Самая главная цель турнира – объединить дебатеров и рассказать о том, какие есть уникальные практики для своего региона, чтобы они увезли это домой. Ивановские коучи считают, что их игры и тренинги должны нести только образовательную функцию. Политические и животрепещущие темы на обсуждение не выносят. К примеру, разговоры о качестве продукции родного автоваза уже вряд ли кого-то заденут. Мы, по сути, автомобили производить не умеем. Поэтому пусть тот, кто их делает, сам на этом же и едет. И сам понимает, пусть по всем кочкам, пусть у них машина отваливается, выкидывается колеса, просто угазывается, пусть сами пешком ходят, вот так вот держа эту машину в руках и пусть понимают, что они производят. Настя – будущий рекламист. Говорит, что в УЗИ практики публичного выступления недостаточно. В принципе, общение с публикой постоянное. Плюс нужно защищать какие-то курсовые проекты. То есть все равно нужно что-то всегда говорить на публику. С этим у меня такие проблемы. Поэтому, в принципе, такая форма занятости развивает речь, не дает человеку бояться публики. И, в принципе, именно для этого я сюда и пришла. Впереди у тех, кто в теме, еще много сюрпризов. Например, новое помещение, которое пока держится в секрете. Сейчас занятия проводятся еженедельно по четвергам в здании библиотеки на Крутицкой. Нина Сардейска, Алексей Гарин, РТВ Иваново.